Всем привет друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы Far Cry Primal. Находимся на той самой высоте, которую захватили в прошлой серии. Ну захватили конечно, это так легко сказано, мы здесь через большую боль и страдания захватывали это место. Отбивая у тяжеловесов бронированных и закаленных джунглями. Реально здесь находилось самое серьезное племя, которое я когда-либо видел и поэтому без боя они не дались. Кстати я не могу вот сейчас выйти отсюда, только могу перепрыгнуть. Волк только что меня чуть с доски не спустил, как это на корабле бывают пираты делают. Ну что ж, пойдем друзья дальше по сюжету. У нас 15 стрел, надо собирать древесину, стрел мало. Стрелы расходуются очень быстро, как мы стали свидетелями событий прошлой серии. К сожалению улучшений у нас нет. Нам не хватает трех южных камней, чтобы ускорить наш лук. Не хватает южного клёна, чтобы усилить нашу дубинку. Ну в общем южный клён нам очень нужен, остальное я думаю приложится. Ну что ж, пойдем. Какие цели? Какие цели? Куда идем? Давайте сначала определимся с целями. Давайте пока что спустимся вот сюда и посмотрим, что это за охота на зверя. Мы кстати уже однажды туда спускались, пытались помочь нашему племени поохотиться на зверей, но... Твою мать, это же свои! Они идут просто на нашу базу, видите? Теперь у нас налажены караванные пути. Теперь сюда ходят свои люди. И смотрите, их стало намного больше в этой местности. Раньше я тут спасался бегством от всяких животных и прочей хрени, чтобы меня здесь не растерзали. А на самом деле теперь все намного проще. Вот ребята тут сидят, травку режут. Охотятся, прикрывают нас. Ну в общем нормально. Нормальные условия существования. Мы только что взяли какой-то цветок, который нам уже не лезет никуда. Кстати, вот это животное. Это животное называется барсук. Я охренел, когда в одной из прошлых серий барсук разорвал моего волка. Смотрите, и он здесь не один, он находится. На кого там он находится? Не знаю, на кого он находится. Но лучше, мать его, с ним не шутить. А он, смотрите, бежит. Чужеземец, который тоже охотится на барсука. С нами тут еще есть соплеменница. Ну вон, посмотрите. Он тоже хочет его грохнуть. Но мы тоже хотим, кстати. Шкура барсука очень, очень питательная. А может и не хотим. Волка жалко просто. Волка. Смотрите, он на кос нападает. Охренеть. И здесь идет схватка. Видите, он бросает в него колья. Что такое? Что за шум? И наше племя тоже начало бросать в него колья. Ну и мы тогда присоединимся. Чего уж там? Сука. Ты что, охренел? Вот это гнида. Так, а где наша соплеменница? Ее хоть не сожрали? Нет, ее не сожрали. Она завалила барсука. Или нет? Нет, она его не завалила. Вот он. Твою же мать. Он идет к нам. Друзья, он идет к нам. Надо бежать. Надо бежать, иначе он сожрет нашего волка. И тут еще что-то. Кто меня бьет? Вот пусть мне расскажет, кто меня бьет. Все, я его убил, конечно, но... Твою мать. Нашего соплеменника убили. И зверя нашего покромсали. Смотрите. Надо шкуру забрать. Что-то здесь шумно. Я не могу здесь находиться спокойно. Кто здесь с кем воюет? Расскажите, пожалуйста. Ну, блин, хаос какой-то. Ребята, на кого идем? Вы мне назовите имя, я их разорву. На волков, да, охотимся? Да. Твою мать. Где он? Это наш. Это наш, не убивай его. Кошмар, блин. Это не территория, я не знаю. Два метра вышел от безопасного убежища. И нас тут так... И нам тут так наваляли. Ну, вернее, еще не наваляли, но могли. Мы вообще не сюда шли. Гнида. Ушел от нас. Не захотел с нами потягаться. Кстати, мы одного волка вальнули здесь, да? Да, одного. Ладно, пойдем уже, иначе мы не выйдем отсюда. Здесь можно... проводить столько времени в этих местах, что... Ух ты. Ух ты. Тихо, тихо. Тихо, тихо, не нападай только. Не нападай, тебя приручить хочу, дружище. Есть пещерный лев, друзья, приручен. У нас пещерный лев. А волк ушел, да? Вы видели? Я бросил только что фигнюшку, и у нас появился пещерный лев. Это намного круче, чем волк. Это... Это второй уже ярус пошел кошачьих, видите? Дальше идут медведи и какие-то супер звери. А вот это вот удача. Теперь у меня киска, да? Да, теперь у меня киска намного мощнее, чем... чем какой-то волк. Вот это встреча. Вот это встреча с пещерным львом. А можно с тобой... Какая хорошая. Смотри. Или хороший. В бою. Закаленный. Полосы на морде. Видимо, битва была серьезная. Кстати, нам навык дали. Нам, наконец-то, дали навык. Мы его куда-то сейчас с вами применим. И это можно сделать только в два пункта. С помощью зрения охотника вы теперь можете находить растения. И с помощью зрения охотника мешки с ресурсами. Ну, давайте растения поставим. Мне, конечно, не особо нужно это. Ну, что ж, это большая удача. Это грандиозная удача, что мы подцепили льва. Пещерного, к тому же. А, собственно, это, наверное, была эта задача, друзья. Поскольку мы его только что с вами... Значок пропал, смотрите. Пропал вообще значок. Где охотились, видимо, на льва. А я на него не охотился. Я его просто приручил, кстати. Вот здесь кто-то есть. И тут еще один лев. Да что ж ты будешь делать? У меня тоже лев. Лев, прикрывай меня. Пещерный, блин. Там твои напарники пришли. Так, перевал каменных кого-то там. Давайте посмотрим. Тут мешок какой-то лежит. Что тут за мешочек? А, полный. Нам не нужен. Зеленая трава. Можем срезать. Так, опять лев пришел. Но на своих не нападай. Не нападай на своих. Не надо этого делать. Фух. Пронесло, ребята. А тут лепота. Только главное не упасть. В общем, мне в любом случае надо добраться вот до этой пещеры. Через барсука, но надо. Как угодно, но надо это сделать. Потому что... Там пещера нашей охотницы, которую мы так и не проверили. Если бы я знал, я бы сюда не шел. Блин, блин, блин. Даже можно разбиться. Ай-яй-яй. А у меня здоровье-то не к черту. Так, надо перекусить чуть-чуть будет. Тут что лежит? Что-то лежит здесь, смотрите. Душистое. Прямо на камне. А можно туда? Так, это мой... Это мой лев. Я уже пугаюсь. Потому что нет, это... Твою мать. А он здесь... Они здесь повсюду. Своих не трогай. Вон он ходит, пещерный лев. Не надо нападать? Не надо. У меня, кстати, более полосастенький. У меня, кстати, более полосастенький. Но все равно он за мной бежит. Пошли. Пошли, пошли, лёва. Пошли, лёва, как-то перепрыгнуть. Нам в пещеру надо заглянуть. Сто метров осталось недалеко. Лучше, наверное, по склону подняться, если... Это возможно. Это возможно. Потому что пещера находилась наверху. Вот примерно на этом уровне. Лев за мной. Так, кто это? Сука, ну не всегда срабатывает стрела. Можно чётко, быстро зарядить. Вот, наверное, скорострельность лука и нужно повышать. Потому что очень медленная перезарядка у меня идёт. Слишком медленная. Хотелось бы немножко побыстрее. Всё. Поднимаемся вверх. Так, так, так. Тихо, тихо. Алёва. Где пещера? Пещера вот чуть-чуть сюда. А что это за камни? И там рука есть, кстати, дальше. Или что это за рука? В общем, нам в пещеру надо войти. Вот это та пещера нашей охотницы. Ух, рык какой. Я всё к тебе не привыкну никак. Пещера охотницы, где находится... И рука дальше. Кстати, рука где-то здесь должна быть. Что-то я её не вижу. Вот она вообще должна быть здесь. Странно. Ну, давайте осмотрим. А нет, вот тут она будет. Вот тут только с другой стороны. Вот. Да? Наверное, наверное, надо сжечь эти штуки. Вот эту штуку мы сейчас разобьём. Ну, это проход дальше пошёл. А рука-то здесь. Рука-то находится в этом месте. Давайте попробуем поджечь. Да, вот она. Какой-то путь нам проложила, наверное. Да, действительно. Действительно, нашли мы руку. Нашли руку. Забираем. Вот так её спрятали. Ещё три для получения новой награды. Так, что тут у нас лежит? Тоже что-то спрятали, мать её. Давайте посмотрим. Но дальше нам в ту пещеру. Потому что здесь вряд ли что-то будет. Сейчас это прогорит. А, или это просто костёр пещерный, да? Так. Тут кто-то ходит. Тут кто-то ещё ходит. Ну да ладно, пойдём. Пойдём посмотрим... На это обиталище. На это обиталище. Я не знаю, нам сюда падать что ли? Как-то стремновато. А, кстати, мой тигр пропал. Я без тигра не пойду. Не так всё просто. Не так всё просто здесь. Жалко, что сланец. Мне нужен южный камень. И южный клён. А, всё, собственно, да. Да, или нет? Твою мать, я запутался. Хоть бы какие-то отметки можно было ставить. Да, это круг. Это обычный круг, и поэтому дыра здесь только одна. Это мясо лежит, нет? Нет, это не мясо лежит. Ну, пойдём, пойдём. Пойдём сюда, спрыгнем. Тут тоже кто-то рычит. Тоже кто-то крупный. Это, я так понял, просто костры, да? Вот тут рука, видите? Появилась она на карте. А зачем мне костры? Так, чтобы здесь... Ух ты, кто-то пришёл. Кто-то... Это моя кошка, блин. Чуть мою кошку не ударил. Или кто-то вверху летает. Вот тут что-то одно из двух. Красные вот эти оттенки по всему экрану. Вот блики идут. Хотя вот зелёный идёт к нам, смотрите. Зелёный это наш. А вот здесь камень ещё находится. Кстати, руку мы нашли. Руку мы практически нашли. Разжечь костёр. Вот так... Ух ты! Чуть не сгорел, сука. Так, бегают. Бегают тигры в этом месте. И хорошо, что я приручил пещерного льва. А именно пещерные львы здесь носятся, смотрите. Вот, смотрите. Леопардищи огромные. Блин, да не хотел я поджигать дубину. Сейчас огонь уйдёт и... Вот, смотрите. Их здесь две. Чёрная. Чёрная и пятнистая, сука. Лев, ты жив? Не ходи никуда, стой тут. Ну, меня бы разорвали с волчиком нашим, если бы я с волком сюда пришёл. Сейчас опять, наверное, прибегут. А то я думаю, что это так быстро носятся по пещере-то, а? А оказалось-то, мать, её... Может, вылечить тигра нашего? Давайте её вылечим, мало ли. Вот, опять бежит. Опять бежит чёрная. Её в темноте хрен увидит. Я её грохнул, грохнул. Да, мы её грохнули. Мы её грохнули. Это шкура редкого чёрного ягуара. Это тоже семейство кошачьих, но... Я думаю, приручить её было невозможно. По той причине, что... По той причине, что, мать её... Они здесь агрессивны. Они не любят чужаков. Давайте попробуем подойти, наконец-то, к камню и зачистить эту пещеру уже полностью. Да, мы изучили наскальный рисунок. Пещера Хасари пройдена. Мы её полностью под себя подстроили. Сейчас... Вон, вверху бегают ещё две, как минимум, кошки. Всё, исследовано эта штука. Проблем нет. Можем, кстати... Вот здесь камень ещё где-то лежит. И навык мне ещё один дали. А зачем? И взять я только могу один навык. Это зрение охотника, мешки с ресурсами. Но я не буду тратить на него свою очко. Навыков. Давай, иди сюда. Иди сюда, сучка. Так, это мой волк. Сделаем здесь светло. И будем выходить как-то. Выходить здесь явно через гору напролёт. Потому что спускался я сюда окончательно и бесповоротно. Но я бы с радостью здесь что-то ещё нашёл. Смотрите, лежит что-то. Ну что ж, я не знаю. Мне с пещерным львом стало как-то поспокойней. Жир зверя 4. Мешок почти полон. Вот ещё мешок лежит. Может, что-то ценное. Южный клён. Пыль южного камня. Это здорово. Это, друзья, здорово. Ещё и копьё нашёл. Я вот тут включил зрение охотника. Немножко посмотрим. Может, ещё что-то найдём. Ну, и так, конечно, здорово. Нашли много чего. А костры нужны только для того, чтобы осмотреться в пещере. Так, вот тут ещё что-то лежит. Ещё какое-то тело. Жир зверя. Напомню, что жир зверя – это возможность зажигать палки, копья и всё на свете. Так, а теперь бы мне отсюда ещё и выйти. Как-нибудь. Это здесь был камень. Как же отсюда выходить-то, а? Здесь я тоже был. По-моему, вот так, да. Ух, мы нашли выход. Уже ночь глубокая. Но мы вышли. А там что-то горит. Интересно, что-то напротив нас горит. А ну-ка. А, это костёр возрождения. В случае чего мы туда вернёмся. Вернёмся. Ну, давайте ещё вот, вот это место проверим. Пока мы ещё живы и здоровы. Там, вон, безмятежно бродят будущие жертвы нашего тигра. А вот волки здесь сидят. И вражеское племя. Ну что, поохотимся малость. Так, стая волков. Но у меня пещерный лев. Пошли нахер отсюда. Но у меня пещерный лев со мной рядом. Где он, кстати? Где мой лев? Вот он. Я думаю, он этих волков порвёт. Но лучше взять дубину. Смотрите, они не смеют на меня нападать. И это здорово. Вот тут ещё камень какой-то. Не южный, случайно. Сука, я дубину сломал. Об камень, твою мать. Но она, правда, обгорела перед этим. Так, пошли вон. Пошли вон, это мои тела. Гниды, да? Так, оперативно сейчас работаем. Вот здесь ещё один труп лежит. Отлично. Уже ничего не лезет, но мы всё равно собираем. Нам вот дойти до знака вопроса. Ух ты, стая волков. Внимание. Они кабана гоняют. Пусть гоняют. Они нам не нужны. Аккуратно сползаем и идём дальше. Это наше место. Здесь должны быть наши обитатели. Вот сюда надо доползти как-то. Надо туда спуститься. Так, я просочился тут. Ух ты, а что это? Это муравьеды, походу, да? Смотрите, их много. Я ещё муравьеда никогда не убивал. А ну давайте. Одного. Задерём. Давай, давай. Тигр, вали его нахер. Я не могу тебе помочь. К сожалению. Потому что очень медленный. О, завалил. Завалил. Посмотрим, что это за муравьед. Кабана, конечно, напоминает. А, топир. Топир, шкура топира. У меня такого добра не было. Ну и всё. А там охота, смотрите. Вон там опять патрули гуляют. Это, наверное, их факелы. И мы сейчас посмотрим, что они там делают-то. И, наверное, это наш лагерь. Наше место. Где мы ещё с вами не бывали, да? Да, смотрите. А нет, это наши ребята. Это наши ребята. Танцуют здесь. Ух, весело как. Привет, братва. Нам вот сюда надо пройти. Змейная тропа Дайви. Местоположение обнаружено. Ну, вот я и дошёл. А что здесь? Что здесь есть ценного? Да почти ничего. Кстати, вот здесь кого-то уже сожрали. О! Ну, пока со мной лев. Мне не страшны нападения. Вот этих парней. Съели козла. Заберём шкуру. А там зверей. Вот это лес, блин. Смотрите. Гоняет этих тапиров. Ух ты. Опять на меня чуть не напал. Ну, я просто нашёл противоядие против вот этих ребят. Проклятых. Сейчас мне надо прочные древесинки собрать, потому что у меня нехватка. Реально нехватка древесинки. Сколько у меня теперь стрел? 16 из 16. Всё. Шикарно. Можно даже дубинку одну будет сделать. Давайте её сделаем, потому что вечно не хватает ресурсов. И уже, собственно, рассвет начинается в джунглях. Кремень, да. Вот мы дополнили кремень. Что дальше, друзья? Что будем делать в следующей серии? В следующей серии мы сейчас прямо сюда и переместимся, чтобы быть ближе к этому району. Здесь мы всё, что могли, сделали. Здесь пещера зачищена, точка захвачена. Вот, кстати, смотрите. Очень интересное место. Это ущелье. И в этом ущелье находится аванпост. С очень высокой сложностью. Я со средней еле взял предыдущей, а тут высокая. Ну и ещё какие-то секреты. Смотрите, карта здесь не заканчивается. Карта не заканчивается. Ну что ж, давайте сюда вернёмся. В эту местность. Нет, что-то я не то сделал. Вот так. Быстрое перемещение. Так, быстрое перемещение сработало. Тут, как всегда, висит мешочек, наверное, над головой. Да. Давайте в него стрельнем. Собьём и посмотрим, что тут внутри. Кость. Кость, которая не берётся. И возьмём немного тростника. Нам его вечно не хватает по жизни. И вот теперь он у нас есть. Кстати, мешочек меня преследует. Он утонул и поплыл дальше. Что я хотел ещё сделать? Следующие миссии будут связаны нас вот с вот этим, с вот этой неизвестной территорией. Каким-то боссом, походу, да? Кстати, опять появилась охота на какого-то зверя. Но тут, наверное, надо как-то или от времени суток она зависит, или ещё от чего-то. Скорее всего, днём только она появляется. Вот её-то я и не нашёл. А думал, что нашёл. Нам нужен вот этот человек. Я не знаю, кто он, но мы его будем открывать. Мастер Вуга, кстати, его зовут. Будет улучшать наши мешки и пояса. Но тут у нас ещё вот, смотрите, задание. Давайте туда отправимся. И узнаем, что от нас хочет Джема, во-первых. Это тоже уже будет заготовка на следующую серию. Эта серия у нас такая промежуточная, разминочная, где мы нашли наконец-то льва. Это, конечно, круто. Вот бы медведя ещё найти, но медведя я не могу пока учить. Пока ещё рано. Вот. С кем мне тут побакланить надо? Так, моя пещера. Моя пещера. Не хватает двух шкур барсука и восьми человек численности. Тогда я смогу улучшиться. Вот тут со мной кто-то хочет ещё побакланить. А, Джема, кстати, разместилась чуть-чуть дальше. У неё вообще свой дом. Что тут у нас не хватает? Где твой постамент? Вот он. У нас тут не хватает три шкуры мамонта. Ну, извини, мамонта. На мамонта я ещё пока не готов идти. Джема со мной хочет побакланить. Давайте узнаем, что она хочет. То есть она теперь у нас поселилась, видите? И будет обучать нас охотническим навыкам. Всё, что ли? А, ей тоже нужен дом, мать его. Смотрите. Ей тоже нужен дом. И мы можем ей его построить. Шкура бурого медведя у нас имеется. Мы четырёх мишек уже где-то нашли. Хотя убили двоих. Я помню на своей памяти. Ольха есть, сланец есть, тростник есть. Давайте ей построим небольшой дом. Пусть радуется. Да, теперь у неё есть жилище. Как бомжара живёт. Отлично. Теперь у нас все при домах. И совсем скоро, если я найду два барсука и ещё восемь человек населения. Навыки охотника. Проща, длинный лук. Ух ты. Мне длинный лук дали. И прощу. Воссоединение винджа. Винджа разбросаны по всему Урусу. Ищите и спасайте их, чтобы в вашей деревне стало больше жителей. Нажмите и выберите меню деревни, чтобы увидеть, кто в ней живёт. Когда население деревни будет расти, вы сможете строить новые хижины, улучшать их, чтобы разблокировать новые навыки и оружие. И учиться делать новые предметы. Вот это здорово. Это здорово. Мне уже нравится. Кстати, плюс один человек нам добавился. Осталось теперь семь человек найти и два барсука грохнуть. И тогда у нас будет всё хоккей. Ну чё, пойдём к ней или не пойдём? Или уж давайте в следующей серии пойдём? Ну давайте пойдём, узнаем, что она от нас хочет. Видите? Миссия есть, наверное, задание какое-то даст. Давайте послушаем. К шаману я уже один раз, блин, зашёл и еле вышел оттуда. Ух ты, смотрите, какая у меня реакция. Кстати, вкусная груша. Не назовай меня ноги мамы-то. Ну теперь мне лося надо найти ещё. Какого-то ночью. Большой лось. Задание добавлено в меню карты. Так, тут ребёнок какой-то бежит. Куда бежим? Чё, нападает что ли? Походу нет. Чё-то добегаешь здесь. Вот тут мешок ещё какой-то лежит. Тут тренировки идут. Да у меня настоящее базище. Кстати, где мешок? Мешок должен быть вот здесь. А вот он и есть. Северный кедр. Фиолетовый лист. И мясо у меня есть. И вот здесь ещё мешок лежит. Никому не нужный. Всеми заброшенный. Вот он. Кремень там. Ничего не надо. В общем, появилось в меню карты ещё появился лось. Где-то у нас тут. Я, конечно, его сейчас увидеть не могу. А, вот он. Большой лось. Трупная траво... Трупная, блин. Это трупная мья, наверное, буду. Крупная травоядная. Легко впадает в ярость. Очень высокая. Кстати, она издевается, что ли? А как я на него охотиться-то буду? А, стоять. Фух. Это не на этого лосям не надо охотиться. Это просто один из вариантов. Это как вот, например, мамонт-вожак, которого тоже хрен одолеешь. Вот это задание. Находится оно выше всех остальных. И туда тоже ещё нужно будет много опыта и сил, чтобы добраться. Следующая серия, как я говорил, посмотрим вот этого скелета. И вот этот бородатый парень, который примкнёт к нам. Смотрите, лось появился. Охренеть. Ну, туда точно надо идти, только с приручённым медведем. Не меньше. Посмотрим. Посмотрим, друзья. Ну что ж, спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль Игровые Миры. До новой серии. Пока. Пока.